Добрый вечер! Сегодня мы снова вспомним о том, что самый страшный враг на свете живет в нашей же голове. Вашему вниманию албанская сказка «Кто кого испугался». Устраивайтесь поудобнее. Дома нет воды, сказала бабушка внучке. Пойду на реку, принесу. Взяла бабушка ведро и пошла за водой. Не успела уйти, как захотела и внучка пойти за водой. Взяла маленькое ведерко и пошла за бабушкой. Остался дома петушок, да захотел и он выйти за водой. Взял петушок, совсем малюсенькое ведерко и пошел вслед за бабушкой и внучкой. А в это время из своей норки высунулась мышка, подумала-подумала и тоже решила сходить за водой. Взяла мышка ведерко маленькое, как пальчик, и побежала за всеми к реке. Вот собрались они на реке. Набрали воды, отправились домой впереди бабушка, за бабушкой внучка, за внучкой петушок, за петушком маленькая мышка. На краю дороги росла яблоня, а под яблоней спал серый зайчик. Дул ветер, качал верхушку яблони и вдруг одно яблоко упало с верхушки и угодило зайчику прямо в лоб. Скачил зайчик, прыгнул, да и попал прямо бабушке под ноги. Испугалась бабушка, упала, всю воду пролила. Вот дело-то какое чудное! Испугался зайчик, побежал со всех ног дальше, наткнулся на внучку. Внучка упала и воду пролила. Ну и дело вышло. Испугался зайчик еще больше, побежал еще быстрее. Не заметил, как столкнулся с петушком. Закричал петушок, уронил ведро. Тот страху-то было. А маленькая мышка, как только увидела, что зайчик бежит со всех ног, бросила ведро и нырк в кустарник. Успокоилась потом. Бабушка подумала, подумала, да и говорит про себя. От счастья, что я спаслась от медведя. Задумалась и внучка. И говорит себе. От счастья, что я-то от волка спаслась. Подумал петушок. И говорит. От счастья, что спасся от лисицы. А мышка сидит в кустарнике, выглянуть боится и думает. От уж счастья, так счастья, что спаслась от страшного кота. А в это время, бедный зайчик все бежит и бежит. Прибежал в лес, зарылся в кучу листьев. Когда уже успокоился немного, то подумал. Ну и измучился я. И охотились-то за мной, и бросались-то на меня. Едва спас. Если бы всем героям этой сказки можно было показать то самое яблочко, с которого все началось, думаю, они бы просто не поверили. Так же, как до последнего не верили бы и в зайца, который по очереди умудрился врезаться в каждого. Образ врага, от которого надо бежать или на которого необходимо напасть, к примеру, это картинка в наших головах в первую очередь. Именно поэтому каждый, кто попадался зайцу на пути, был уверен, что сталкивается с каким-то исключительно своим препятствием или своей опасностью. Мы уже давно сделали эту албанскую сказку былью. Увы, но остановиться и попытаться понять, от чего же мы бежим, и напал ли на нас кто-нибудь, крайне сложно. С одной стороны, потому что очень боимся того, от кого бежим. С другой стороны, потому что намного больше боимся увидеть первопричину нашего страха в глупом зайце, которого напугало обычное яблоко. Так и живем. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok